Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава первой книги про Липомена, или Хроник, перевод российского библейского общества, я читаю, для библейского портала Экзегет. Итак, ковчег перенесен в Иерусалим, торжественно водворен в шатер, где он будет пребывать, об этом предыдущая 16 глава очень подробно повествует. Но возникает сразу проблема, об этом рассказывает 17 глава. Давид поселился во дворце. Однажды он сказал пророку Нафану, сам я живу в доме из кедра, но кедр самая ценная древесина на Ближнем Востоке, соответственно, дом обшит ливанским кедром, а ковчег Господнего двора под навесом из ткани. Нафан ответил Давиду, делай все, что ты задумал, Бог будет с тобой. Но в ту же ночь Нафану было слово от Бога. Вот тоже очень важная вещь, здесь очень близко к повествованию книги царств, которую мы все время вспоминаем, и которую, в общем, Паралипоменон редактирует. То есть пророк Нафан сначала реагирует как, ну, наверное, любой нормальный человек отреагирует на хорошее желание своего царя. Да, конечно, ты царь, делай, ты решил. Но в ту же ночь было слово от Бога. Вот невероятно важно для повествователя сказать, да, Давид, он здесь рисуется идеальным царем, да, никаких грехов его не описано вообще, все, что только можно в его пользу. Но все равно он человек. Вот от Бога приходит что-то другое. Иди, скажи моему рабу Давиду. Так, говорит Господь, не ты построишь дом для меня, чтобы я в нем поселился. Ведь с того времени, как я вывел израильтяна из Египта, и до сих пор не было у меня дома. Я странствовал в шатре, в Скинии. Что ты можешь сделать для меня? Построить мне дом? Говорит Бог. Ты, человек, Богу построишь дом. Что делает нормальный язычник? Он строит дом своему Богу, делает статую этого Бога, помещает в этот дом. Статуя эта живет там, и, в общем, он с ней как-то общается. Я что, такой, говорит Бог? Нет. И более того, я был с израильтянами, и у меня не было дома, ничего страшного. Где бы ни странствовал я с израильтянами, обращался ли я к вождям, а к которым поручил пости народ мой с вопросом. Почему вы не построите мне дом из кедра? Передай Давиду рабу моему, так говорит Господь воинство. Я взял тебя с пастбища, где ты пас овец, чтобы поставить тебя наместником над моим народом Израилем. Тоже невероятно важная тема. Кто творит кого? Бог человека по образу своему и подобию? Или человек Бога по своим представлениям о нем? Вот никак не второе. И ситуация, где Давид говорит Богу, я тебя дом построю, я тебя там поселю, все будет в порядке. Это ситуация высшего, который низшему что-то такое передает. Ни в коем случае. Ты был никем, а стал всем, говорит Господь, это сделал для тебя я. И теперь ты мне хочешь обустроить жилье? Я был с тобой везде, куда бы ты ни ходил. Я уничтожал всех врагов твоих. Я прославлю имя твое, оно станет одним из величайших на земле. Я назначу место для народа моего Израиля, укореню его, он будет жить там без страха. Нечестивцы больше не будут притеснять его, как прежде, в то время, когда я назначал вождей над народом моим Израилем. Ну, это вот книга вождей или судей. Я дарую тебе победу над всеми врагами твоими. Я возвещаю тебе, Господь возведет тебя дома. То есть, как действует нормальный язычник? Мы уже выяснили, зачем он это делает. Он ставит свою статую Бога в своем святилище, чтобы эту статую ублажать и в ответ получать благословение. Так? Я тебе приношу жертву, говорит он, статуя, а ты мне даешь удачу, здоровье, благополучие, победу над врагами, много здоровых детишек. Бог говорит, нет, я тебе все это дам. Но не потому, что ты мне что-то сделаешь. Ты не можешь мне дать то, чего у меня нет у самого. Но потому, что это мой выбор, потому что я так хочу. То есть, эта старая формула языческой религии, я даю, чтобы ты дал, человек дает божеству, чтобы божество ему дало, не работает с единым Богом. Более того, это перейдет из поколения в поколение. Когда настанет твой срок, и ты дадешь к предкам, потомка твоего, одного из твоих сыновей, я поставлю царем после тебя, и упрощу царство его. Он построит мне дом, а я укреплю его престол навеки. Я буду ему отцом, а он будет мне сыном. И милости моей он не лишится, в отличие от твоего предшественника. То есть, Саула. Какая же разница? Бог говорит, твой сын построит мне дом. А потому что ты решил, что ты построишь. А я говорю, нет, построит сын. Я решил, что построил сын. То есть, не ты, Давид, царь величайший и замечательный человек, определяешь, где я буду пребывать символически среди моего народа. Но я это определяю. Конечно, эти слова, я буду ему отцом, он будет мне сыном, впоследствии будут пониматься как пророчество о Христе. И можно их здесь понять, наверное, все-таки в их конкретном историческом контексте. То есть, в каком-то смысле, Бог усыновит того сына Давида, который станет его преемником. Ну, в данном случае, Соломона. Я навеки поставлю его управлять моим домом, моим царством, и трон его никогда не поколеблется. Нафан пересказал Давиду все эти слова и видения, которые было ему. Ну, вот здесь, собственно, устанавливается династия Давида. И понятно, что с этих пор только его потомки могут быть законными царями Израиля. Давид пошел и сел пред Господом и произнес, «Господи Боже, кто я такой, что такой род мой, что ты меня так возвеличил? Но ты, Боже, решил дать еще больше. Ты распорядился даже о будущем рода, раба твоего. Господи Боже, ты заботишься обо мне, будто я великий человек. Ты так возвеличил раба твоего Давида, что нечего ему уже прибавить». И вот его ответ, соответственно, это, прежде всего, благодарность. Он мог бы сказать, ну, как же так, я же такой хороший, да? Чего ж ты мне не даешь-то? А прежде всего, благодарность за то, что уже получил. То, чего часто не хватает в молитве. «Господь, Бог мой, ты знаешь раба твоего. Господи, ради твоего раба и по воле своей ты устроил и явил мне это величие. Господи, нет равного тебе, нет другого Бога, кроме тебя. Всюду мы слышим подтверждение этому». Ну, во-первых, в своей личной жизни, а во-вторых, в жизни народа. «Есть ли какой народ на земле, подобный Израилю, народу твоему, которому явился ты, чтобы сделать его своим и прославить имя свое, сотворив дела великие и страшные? Ты прогнал другие народы прочь от своего народа, который ты освободил из египетского рабства. Ты сделал Израиль своим народом навеки, и ты, Господь, стал их Богом». Вот и Бог не нуждается в этом храме, и Давид в нем не нуждается, и народ в нем не нуждается, потому что у них и так уже заключен этот союз. Да, этот храм нужен, но в каком-то другом смысле. Этот храм не условие общения между Богом и народом его, или Богом и Давидом. Это, скорее, следствие. «О Господь, пусть сбудется теперь обещание, которое ты дал рабу твоему и роду его, как ты говорил, так и сделай навеки. Пусть утвердится и прославится в веках имя твое со словами «Господь, воинств Бог Израилев, есть Бог над Израилем. Дом раба твоего, Давида, да будет всегда пред лицом твоим. Ты, Боже мой, сказал рабу твоему, что ты построишь ему дом, и я дерзнул обратиться к тебе с молитвой. Господь, ты Бог, ты сообщил рабу твоему радостную весть. Так благослови дом, раба твоего, пусть всегда он будет пред лицом твоим. То есть не я строю тебе дом, но ты строишь мне, признает в ответ Давид, и просит благословить дом. Ну, конечно, в данном случае это не сооружение, это дом в смысле род, семья, потомство. Ибо если ты, Господь, благословишь его, навеки он будет благословен. Вот дом в значении потомства. Ну вот, 17 глава на этом завершается, и, в общем-то, это главное событие, пожалуй, всей истории Давида. Ну, дальше будут разные всякие военные победы и прочие вещи, но это уже второстепенно. Продолжение следует...